Всем привет! Вы на канале Harddressed Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как создавать черно-белую цветную векторную графику в мобильном приложении Adobe Captor. Итак, заходим в наше мобильное приложение. После этого мы нажимаем на кнопочку «Создать», листаем чуть ниже, и у нас здесь есть функция «Фигуры» создания черно-белой и цветной векторной графики с помощью камеры. Мы нажимаем «Создать», и мы можем, например, выбрать из галереи, сразу из фотопленки, либо из другого предложенного другого варианта. Нажимаем на галочку, и после этого смотрим на наш функционал. У нас здесь есть ластик, точнее, «Вырезать», потому что мы можем вырезать таким образом. Потом, что мы можем? Мы можем закрасить, выбрать другой, например, тоже. Ой, сейчас еще раз покажем. Ластик, выбрать, например, черный цвет, либо вообще просто выбрать «Сопрано» цвет и рисовать, да? Например, давайте зеленым. Она закрасит нам зеленым. Так, что еще у нас есть? Есть еще заливка. Мы можем выбрать черный, либо пипетка. Заливаем, и у нас, в принципе, весь наш зеленый фон сменился на белый. Можно выбирать таким образом, то бишь, оно будет цеплять какие-то кусочки от нашего изображения. Также мы что здесь можем сделать? А, тут мы можем с помощью регулятора, как вы видите, можете заметить, меняется немножко картинка. Она становится более такая рисованная, либо вообще полностью удаляется. То бишь, такой эффект векторной графики. Например, у нас устроил результат, мы выбираем «Готово». Также можно просмотреть и нажать «Сохранить». Называть каким-то образом нашу графику и, например, «Сохранить». Все. Теперь вы знаете, где, в принципе, найти такую функцию черно-белой цветной векторной графики в приложении Adobe Captor. Как ей пользоваться. Плюс-минус ознакомились с инструментами. И на этом все. С вами были HardResetInfo, и до новых встреч. До встречи.